Приветствую всех, кто сейчас смотрит и слушает этот комментарий. Меня зовут Майкер, и сейчас мы с вами поиграем в рейсинговые игры по Варкрафту на официальном европейском сервере. Аккаунт Unknown Night Elf. Вводим пароль, и мы в системе. Так, что у нас? Где-то порядка 48-49 левел. Это наши карты, на которых мы играем. Две реки, древний храм, черепахи, низины и лес гнолов. Иконка триатки. Все здорово. Аккаунт хороший. Вот, и мы начинаем искать игру. Довольно быстро ищутся. 30-20 секунд, говорит система, но, как правило, в первую десятку сразу же тебе и находит твоего врага. О, о, пожалуйста. Что? Robotization. Robotization 204. Информативный ник. Эльф на эльф. Начали игру. Карта черепашьей скалы. Черепахи. Будем играть ДНД. Будем играть, скорее всего, через арчеров и через Демон Хантера. В медведей. Два виспа на лес. Сейчас один на лес из четырех, потом который построится тоже на лес. Сейчас 160 леса накопилось, мы построили барак. Сейчас в который выйдет светлячок будет строиться лунный колодец. И он же пойдет на разведочку. В качестве первого героя, скорее всего, будет Демон Хантера. Охотник на демонов. Наиболее универсальный, пожалуй, герой эльфийский. Некоторое время играл через Варден. Но есть риск. Определенный, если будет играть через Дарк Рейнджерку или через Диму, что будут некоторые сложности с прокачкой и с затяжной игрой. Это отдельный вопрос. В общем, Демон Хантера. Наиболее универсальный эльфийский герой. Когда накопится 180 золота и 40 леса, мы ближние респауны. Пожалуйста. Он хочет поставить барак, наверное, здесь. Хотел здесь барак поставить, значит, влепит здесь. Распространенная вещь. Сейчас эльфы так любят делать, когда идут в течь. То есть очень раннюю разведку делают на черепахах и строят барак для того, чтобы задержать меня на базе. То есть здесь должен быть герой. Здесь, если у меня не было раннего барака, то вообще было бы все очень плохо. Потому что не было барчеров и один герой посражался с вражеским бараком. Ему очень просто. Он как бы строит барак рядом с Мунвеллом, который, построившись, начинает бить Мунвелл. У него на базе наверняка только... Да, барака нет, просто алтарь, в котором Демон Хантер, кстати, делается. И еще один визм, зачем-то здесь. Вот. И мы начинаем атаковать его... ...барак. Но мы не успеем, конечно же, до тех пор, как он построится. Но... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Стоп, я... Нет, я не сильно опоздал с алтарем. Я уж подумал, что очень долго не заказывала героя. Просто по стратегии герой поздний. Демон Хантер. Должен быть, пожалуйста. Ушастый зверь. А сам он строит на базе у себя. Так, так, ребята, что вы делаете-то? Ой-ёй-ёй, какие неудачные все. Я хотел виспазе спрятать, но там атака была на базе. Я подумал, неужели... Течь. Течь с одним бараком. Можно попытаться вот так вот висков выставлять под дерево, чтобы он не ел их. Но это довольно сложно сделать. Сейчас съел это... Это дерево село, у него поменялся тип бронина против файта, и регена идет быстрее, чем я арчерами снимаю. Все облегчится, когда вот придет его герой и выйдет мой, потому что... Потому что будет моноберн, и часть демиджа он будет получать для себя. Надо починить все-таки мануэл и сделать грейд главный. У меня почему-то какой-то непонятный вещи идут к нему на базу. Не должны просто, не должны. Не успел здесь полить. Строим еще одну арчерку, нам веса не хватает. Сейчас строим, делаем грейд главный. Ну и какая задача? Дойти до медведя очень быстро. Моя задача сейчас либо крепиться очень быстро, либо просто ставить нычку. Но нычку на тропу уроке ставить довольно опасно. Мы убиваем его барак очень большими усилиями. Но зато можем крепиться и идти с таким количеством арчеров очень быстро. Он где-то рядом. Должен как бы находиться рядышком, но с другой стороны он сделал ключ из-за того, что... Вот, пожалуйста. Ходит, он бродит. Потому что как только он подходит, мы переключаемся фокусно на него, и он вынужден заниматься. Все довольно банально и просто. О, Хантреса! Нет, все-таки он не так стандартно играет. В смысле, как я предполагал. Хантреса сейчас под ней фокусируем огонь. Арчерку не спасим, наверное, да? Если она удар выдержит, не выдержит. Не держит дефанс арчер. Так, он решил на халявку срубить манвелл мне. Срубит ведь, сволочь. Так, здесь он не пройдет, да? Да, он не знает. Блин! Почему они так долго-то думают? Пинг решает. Ё-моё. Очень много. Значит, один барак Хантрес у него, он решил... Так, я охотился на моих арчеров. Значит, ни о какой нычке и речи быть не может. Но, кстати, он даже играть не сделал. То есть, он сейчас будет очень агрессивно играть. Даже не хочу выходить с базы для того, чтобы прокрепиться, но надо. Мы лучше выставим здесь посты. Арчеров, да, будем оставлять на базе. Для того, чтобы, если он придет Хантресами своими дешевыми, Арчерки бы в малом количестве отбились от... Под бараками, конечно. Вот он пришел, но Арчерки слишком мало. Можно сказать, в единичном количестве против Хантреса они точно Дефенс не держат. Блин, ну что ж, Мон Волш, что он будет сносить. Ну, бежим. Очень медленно бежим, к слову. Так. Ах, черт, вы не должны были ее убить. Мы не можем построить их. Кошмар. На ваших мастерах, у нас уже достаточно. На ваших мастерах, у нас очень мало леса. Мы строим лес по вторым героям, возьмем Нагу. Демон Хантр почему-то... Ну, команда здесь не слушается. Вот храпсы стоит запустить. Сразу все системные ресурсы переключаются на него. И приходится... Во-первых, мышка двигается очень плохо. С другой стороны. Ой-ой-ой-ой-ой. У него уже Нага. Это плохо. Контролит он посредственно, но... Контреса много, не надо. Кстати, только купить Нагу и слепортироваться, все до выстроять. Леса у меня нет. Мудвелл он меня убил. Захарасил до смерти. Я прокачался только до второго левела. Со своими арчерами. Все очень плохо. Устрою снова весь пол. Я не знаю, что он сейчас будет делать. Но, в принципе, он может продолжать мне харасить, а мне нужно закрепить магазин. Только выставить пост вот здесь вот. Нет у меня ТП еще. Передадим ЛС Наге, кстати. Чтобы можно было на Диму вешать. Но вешать на Диму, это когда у противника Хантреса, эти арчеры, не получится. Потому что твои арчерки, как правило, больше битдом уже получают. Сейчас я рискую. Я блефую. Я иду крибить свой магазин, но знаю, что он рядом. Делаю грейд на дальность с арчером. Я не перестраховался по поводу того, чтобы он подойдет сзади. Даже если я его увижу и вспомнить им, я никогда не смогу уйти. Так, Педантов Коннеджи, передаем Наге. Наге же покупаем сапоги. А я, Диме, покупаем сирклет. Продаем вот эту вот пеню, потому что ночь уже кончилась. Дима, кильщик, получает плюс 2 к кильите. Здорово, хорошо подрепились. У меня есть еще шанс на победу. И ставлю талонницу. Талонница нам нужна для того, чтобы убивать его медведя. Они появятся, причем очень скоро. Хотя, может, попробовать даже самому до медведя. Загадка века. Тогда я буду ставить ничку. Начинаю крепить очков черепашек, потому что мне нужно место. В чем суть стратегии? Я мог вслед за ним попытаться развиться до медведей и сражаться уже арчерами-мишками против антреса-мишек. Это хороший расход, он таки-то отлично потенут в Грейтхелем. Но можно сделать форс-мажорным, можно попытаться его остановиться на Север-2 и убить медведей своими талонами и нычками. То есть, некоторое время у него займет на то, чтобы дойти, собственно, до медведя. То есть, я могу ставить ничку, через некоторое время накопиться. Вот, пожалуйста. Нет, он как-то не очень стандартно действует. У Димы мало жизней, но у нас есть Металёк. И мы, вроде бы, отбиваемся. У него все ману, он ничего не он бьет, плаганул опять-таки из-за трапса. Построится нычка. Талон построился. Грегачем. Ману Наги, убиваем триаду, скрываем магазин, Наги поркиплайтинг есть благодаря хорошему девайсу, убиваем, делаем еще раз моноперн Наги, получаем вторую стрелу, и блин, можем потерять демона, это не улыбается, но зато можем его демон убить, хорошо очень, разменялись демоджем, хотя не очень хорошо, потому что У Наги мои есть сапоги, поэтому он сейчас вынужден будет инвул или телепортировать слиппор, получил сам третий левел, но... Покупаем свиток лечения, у меня пустые колодцы, все плохо, магазина нет, хотя в принципе у него тоже не очень сладко, но зато у меня нычка строится, эталон, ха-ха Да, но конечно демон битый это проблема, настоящая, в условиях отсутствия ночи и пустых колодцев, можно попытаться в принципе, нет, надо свиток потратить Уже лучше И надо Наги-копитеги Выложить этот камешек Еще одну арчерку построить, нет, не арчерку, нужно жизни купить, все-таки Я готова Моя лечка пустит Сложно сейчас распоряжаться маленьким количеством ресурсов, не знаешь, как лучше потратить эти 100-200 денег, а пока у меня денег, а пока нычки нет, пока денег у меня меньше, чем у него Потому что я потратил на нычку, потратил время, и без па потратил А вот снова он ко мне пришел, как раз в тот момент, когда я должен был прийти, у него уже есть Mountain Giant, у него еще все здорово Единственная возможность это убить Нагу, у Наги ничего нет, в плане этих девайсов на жизни Ну и армию тоже у нее, в принципе, не сильно много, я делаю моноберн Наги, пью демоном Бутылев, Нага быстро умирает, видите, это здорово получилось То есть, если бы я построил арчеру на этих 30, надо высасывать ска жизни его демона Мана, точнее, я все равно его могу потерять сейчас Нет, потеряю Надо убить эту арчерку Давай, чик Вот зря я плащ продал, если бы не продал, было бы здорово все Сейчас у меня много-много-много денег строиться, потому что нычек застроился, вот у него состав в телепортейшн есть Все здорово, хорошо, что он пришел ко мне, на самом деле, потому что у него та же самая ситуация была на базе, что и у меня То есть, пустые колодцы и битые герои Надо было думать, как распорядиться лучше этими средствами Так, мне нужно строить Хантерс Холл немножко виспол, потому что если у него есть гиганты, арчеры металлонами, я их никак не убью Плюс, скорее всего, у него Два барака, хантресы Тир-2 так Нет, медведя у него не будет, я к этому Я покупаю все, что можно купить Делаю все, что можно сделать Много-много арчеров Ну, вот гиганты убивают арчеров эталоном, вот в чем проблема Небольшая такая проблемка Вот, но ко мне ресурсы поступают регулярно, и это не может не радовать И демон у меня живой И арчев у меня много То есть, мы сейчас идем вот сюда, вот ориентировочно У Наги есть бутылок, у демона есть бутылок У Наги надо было еще переген еще раз купить Завязать, потому что Нага, у него и малейшин, и... Моноберн, у него слабый, вот о чем Вопрос Загвозка, и маны быстро уходят А, вот это Двести маны, сейчас мы... раз Моноберн, раз Моноберн... Моноберн, я сказал Обменялись маной, короче Он знает, что я могу здесь, в принципе, закрепить Сейчас строю хантрес, как-то непарадоксально, потому что именно они убивают гигантов Вот, чтобы здесь... с одной стороны, не должен крепить, потому что он рядом, он не может выйти С другой стороны, хочется Рисковать, не рисковать, но вот я уже мог их закрепить, а нет Сейчас мы делаем Моноберн Деми, Дима до Армии, он слишком маленькая для того, чтобы... Серым огонь на арчерах убивают рядами, а наш... эээ... все... Дима... ой, Дима в последний момент хорошо ушел Иди на пей, пожалуйста Гигант часу уйдет на направление отставки телепортейшн, и врать для все здорово, Гаган, и что... Ух, здорово! Значит... Что здесь произошло у нас? А, на, гумри! У нас был противник, довольно классический, единственное, что он немного побузил бараком, и... Затормозил мой криппинг Вот, на базе, как только он увидел, что у меня арчеры Он воткнул барак и хантерс холл Хорошая реакция на арчеров И в результате ему получилось очень хорошо меня поджать То есть я рассчитывал на криппинг арчерами Он хантрессами своими сконтрил арчеров Потому что арчерки в малом количестве проигрывают хантрессам Нужна крит масса для того, чтобы они сражались наравне И грейд на дальность, которая появляется только на тир 2 В результате у него появился второй герой раньше Он мне хорошо закаратил, я получил лишь второй левел Но потерял мунвелл, к сожалению Но ход событий переломило Во-первых, удачный криппинг здесь, хорошие девайсы И бутылёк здесь, жизни Сразу же поставили нычку, потому что подумали, что он идёт в медведей Вот, наталоны пригодились, потому что у нас есть фокусировка огня Fairy Fire очень хорошо помогает против фокусировки И герои хорошо улетают В общем, получилась вот такая вот, немножко нестандартная, но довольно интересная игра